В Даринмаре жители одного из домов стали жертвами собственной управляющей компании. Коммунальная организация обанкротилась, незаметно скрылась и оставила на произвол больше 10 семей. Причем после этого люди продолжали ежемесячно платить немалые деньги. Сейчас до жилого строения никому нет дела. И даже непосредственному собственнику здания городской администрации. Вот пример. В одной из квартир засорилась канализация, а все нечистоты оказались на полу. У кого просить помощи, жильцы не знают. Во всех инстанциях, куда они обращались, им отказали. Наш корреспондент Олег Хатанзейский пришел на помощь к жильцам. Одна из коммунальных квартир Наринмара. Условия для проживания чудовищные, иначе не скажешь. Если хорошо приглядеться, из кухни можно увидеть туалет. В стене огромная трещина. Еще вчера здесь по полу плавали настоящие нечистоты. Туалет был полностью забит. Хозяйка сама лично пробивала канализацию, потому что ни в одну управляющую компанию она дозвониться не смогла. Сейчас жильцы намерены справлять свои нужды. Вот в такое вот ведерышко. 21 век. Детей кормить, готовить кушать, мы не знаем как. Потому что мы ходим по этому ***, можно сказать. Мы ходим по этому ***. Куда нам обращаться? Что нам делать? Это разве жизнь? Что мы ходим в доме по ***? Это разве жизнь? Пока соседи присматривали за детьми, многодетная мать Елена Хатанзийская, вооружившись совком и тряпками, устраняла коммунальную аварию. Впрочем, ее последствия до сих пор витают в воздухе. Неприятные запахи от нечистот на кухне, а еще в комнате, где живет пятимесячный ребенок. У дома отсутствует управляющая компания, поэтому обращаться, когда случился потоп, по сути, было некуда. Но Елена и ее соседи оставляли надежду. Неужели никто не поможет? И коммунальщики, и городская администрация просьбы и мольбы просто проигнорировали. Представители остались какие-нибудь от ССЖ? Нет. То есть компания полностью обанкротилась? Да. И теперь ее просто не существует? Да, да, да. В феврале этого года дом остался бесхозным. Управляющая компания от ССЖ служба заказчика обанкротилась, но жильцам в этом не сообщила. И продолжала несколько месяцев собирать с них деньги. Где они, теперь никто не знает. Или нам приходили стабильные путьки, мы платили. Вот сейчас нам говорят, куда... Вот, они, как бы, приходил следователь. Он сказал, мы не знаем, куда... Мы ищем, куда ушли ваши деньги. Впрочем, канализация – это лишь часть большой беды. Дом 61-го года постройки держится из последних сил. При этом, по документам, аварийным он не считается. Его износ на 2011 год составлял 59%. Когда дом обшили и провели воду, причем только после того, как жильцы написали письмо Путину, процент износа резко уменьшился аж до 46%. Видите, столько переписки у нас. 2004 года мы все переписываемся, переписываемся. Два раза мы посетили губернатора Федорова. Федорова мы ходили, к Родионовскому ходили. Мы все уже, все вот прошли. Все инстанции по 10 раз, по 10-му кругу. Предстоящая зима. Очередная проверка на прочность. Но самое страшное – это то, что под такую проверку попадут маленькие дети. Мы спали, все семьи на одном диване, под одним одеялом. Семьи одеялами. Семьи одеялами. Одетые. Было холодно. Чиновники уже неоднократно в доме обещали провести ремонт. Тем более, почти каждый год на эти цели для строения из бюджета выделяются чуть ли не миллионы рублей, говорят жильцы. Но кроме обещаний, так ничего и не происходит. Больше всего Елену Хатанзейску сейчас тревожит только один вопрос. Кто прочистит канализацию? В городской администрации предложили это сделать за свой счет. Но у многодетной матери нет лишних денег. Ну или просто подождать, когда у дома появится управляющая компания. Но если вот люди выберут управляющую компанию, через сколько она приступит уже к работе? Если по конкурсу, то через месяц. Через месяц. Пока мы снимали этот репортаж, на помощь откликнулось предприятие по КТС. Они пообещали приехать и устранить засор в канализации. Причем совершенно бесплатно. А пока Елене и ее детям придется продолжать жить в антисанитарных условиях. Она в очередной раз убедилась. Да и ее проблем чиновникам совсем нет дела. Олег Танзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север». У нас нету... У нас нету... Продолжение следует...